Здравствуйте! Сегодня пятница, 3 мая. В нашем ежедневнике мы расскажем о важных новостях, ярких и интересных материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на выходные. Псковские политэмигранты встали на путь коллаборационистских предшественников. Телеграммы, тикток в перекрестях прицелов геополитических игроков и другие темы сегодня в программе Хэпажора обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев. С тиктоком происходят странные вещи в России. В один прекрасный вечер захожу я, значит, в тикток, а он работает, и я вижу там новые видео, и могу видео загрузить туда, и я такая, чего? А новостей как бы нигде об этом нет. И вот сейчас только, буквально там вчера появились новости о том, что да, подтвердили, все работает, все супер, и сегодня, по-моему, нам написали, что все-таки тикток опять ограничил работу в России свою. О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы, социальной поддержки участников СВО и членов их семей, и о других вопросах, находящихся в компетенции Комитета по социальной защите населения Псковской области, сегодня в эфире программы «Подстрочник» рассказала руководитель Комитета Ольга Евстегнеева. Самая главная задача, которая была перед нами поставлена, это обеспечение жильем ветеранов. Мы со своей задачей справились, и на сегодняшний день у нас очередность отсутствует для предоставления жилья ветеранам. То есть все обеспечены, иными словами? Ветераны, да, те, кто нуждался, все обеспечены. Те, кто живет в своем жилье и кому требуется, например, в настоящее время ремонт, мы точно так же поддерживаем. У нас есть подписаны соглашения между главами районов, между администрациями и между Комитетом по социальной защите. Если требуется помощь в ремонте, мы ее оказываем. Председателя Комитета по культуре Псковской области Ольгу Тимофееву назначили заместителем губернатора, курирующим сферы культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале. Ольга Александровна уже несколько лет успешно руководит Комитетом по культуре. Жители области и гости отмечают, что с каждым годом в регионе появляется все больше знаковых мероприятий, становится все больше модельной библиотекой отремонтированных сельских домов культуры в рамках нацпроекта «Культура». В профессионализме Ольги Александровны, как и в ее команде, уверен на 100%, написал Михаил Ведерников. В Рио руководителя Комитета по культуре Псковской области назначена Вера Алексеева, первый заместитель председателя комитета. В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова, начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Градского, выявлен новый эпизод. По версии следствия, руководитель двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей передал Градскому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ. Подробности на Псковской ленте новостей. Неочередная сессия Псковского областного собрания депутатов назначена на 7 мая. В повестку включены 6 вопросов. Пять из них связаны с преобразованием районов муниципальной округа. Такие решения приняли депутаты Бижанецкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского районов. Частицы у вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора» в Москве привезли в Псков участники автопробега «Огонь памяти». Мероприятие приурочено к празднованию 9 мая Дня Победы. Оно состоялось уже в восьмой раз. В этом году автопробег проходит до 4 мая и захватывает Московскую, Калужскую, Смоленскую, Новгородскую, Тверскую, Могилевскую, Витебскую и Брестскую области. Подробнее на сайте МК в Пскове. Экс-министр просвещения Российской Федерации, президент Российской Академии Образования Ольга Васильева предложила увеличить продолжительность школьных уроков. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В рамках программы «Дневной дозор» корреспондент ПЛНФМ узнала мнение по этому вопросу у педагогов, психологов и представителей родительской общественности. Бесконечно можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и на борьбу с алкоголем в России, которую ведут самые наивные российские чиновники и общественники, утверждает Константин Калиниченко в своей авторской колонке. Вот и сейчас очередные политические неофиты пытаются в сотый раз войти в эту реку. Читайте авторский материал «Губит людей не пиво» на сайте Псковской ленты новостей. И о погоде в Пскове на выходные. В субботу, 4 мая, облачно с прояснениями плюс 4, плюс 19 градусов. В воскресенье, 5 мая, облачно с прояснениями от 10 до 17 градусов выше нуля. На сегодня это все. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хороших выходных и до встречи на ПЛНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова